Ай, здравствуйте! Каких только уродов нет, господи! Здравствуйте! Меня зовут Александр, город Харьков. А меня зовут Татьяна, город Владивосток. Да, Татьяна, о чем интересном хотите поговорить? Что вам интересном рассказать? Я говорю, о чем хотите пообщаться интересном? Да я даже не знаю, что может быть интересное. Ну вот для вас что интересно? Может что-то спросить хотите? Когда китайские границы откроются? Хочу туда поехать, погулять. Вы знаете, понятия не имею совершенно. Я в Харькове не представляю себя. Ну вот видите, а вы говорите, спрашивай. Я спрашиваю, а вы не знаете. Так что извините. Вот это мне интересно. А вы не знаете. Никак не могу вам ответить на этот вопрос. Жалко. А что-нибудь по Дальнему Востоку хотите узнать? Вы знаете, нет. Или вас ничего не интересует? Я как-то вот немножко не в этой теме. Если что-то по Харькову хотите спросить, поговорим. Если нет, не буду вас беспокоить. Ну, по Харькову, видите, я там не была. Говорят, красивый город, но я не была там ни разу. Ну да, да, красивый. Ну сейчас ваша задача как можно больше сохранить его в целости. Ну вы знаете, это сейчас не так от нас зависит. Нет, у меня знакомые в Белгороде говорят, что просто надо немножко потерпеть. И нас освободят. Ну, терпите. Кто освободит? Ну, армия российская, россияне. А, ну да. Чуть-чуть потерпеть надо, да. Но уже... Пока еще, видите, Донецк там, все его долбят, бедный Донецк, долбят, долбят. Вот на автовокзал взяли и бросили снаряды. Столько мирных жителей в автобусах пострадало. Просто ужас. Ну, может быть, им тоже надо немножко потерпеть. Так сколько же можно терпеть? Они с 14-го года терпят. Ну, их же с 14-го года уже же освободили. И погибли. Подождите, так, значит, у нас нет надежды, потому что их освободили еще в 14-м году. Да неправда, никто их не освобождал. Не освобождали в Донецке. Донецк никто не освобождал в 14-м году. Их начали в 22-м году освобождать. Их начали в 22-м году. Их бомбили с 14-го года. 8 лет все бомбили. Подождите, но их освободили. У них уже республика. Республика, это же свобода. Ну, Донецк, это же республика. Ну а ВСУшники-то продолжают долбить Донецк. Ну они же продолжают долбить уже свободный, освобожденный Донецк от ВСУ. ВСУ уже нету в Донецке. Да, да, продолжают. ВСУшники продолжают долбить бедный Донецк. То есть даже когда нас освободят, нас все равно будут долбить. Правильно, Харьков? Все может быть от ВСУшников, все можно ждать. Они на зло будут вас бомбить. А почему они нас не долбили до 24-го числа? Ну или сейчас вот ВСУ как-то вроде бы Харьков не обстреливает. Ну потому что далековато еще русские, они с ними там бьются. А, я понял, я понял. То есть они бьются с русскими и поэтому не могут обстреливать Харьков. Очень глубокая и интересная мысль. Ждите, ждите, обстреляют еще в вас. Я жду так, пока же обстрелы идут, собственно говоря, из Белгорода. Они стопы направили в вашу сторону, скоро придут, скоро. Скоро. Они уже в Харькове, я вот видел бегущей строкой в Харькове, и они уже в жилых кварталах расположили свои орудия. Кто? Уже прикрываются мирными жителями. ВСУшники. ВСУшники? Да. Понятно. Я буду знать, я просто этого не знал. Выходите по городу посмотреть. Вы знаете, регулярно хожу. Ну вот, внимательно присмотрите. Внимательно, да. Очень внимательно. Ну я, наверное, получше очки одену. Может быть, как говорится, удастся что-то увидеть. Давай, и лупу возьми. И лупу возьму обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok